22 апреля в стена городского центра молодежи прошла встреча поколений, посвященная 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Почетным гостем мероприятия стал участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Азобков. Защищать свою родину – это значит всегда быть готовым прийти и на помощь в любой самой страшной беде. Чернобыль – черная быль нашей истории, и, к сожалению, техногенные катастрофы – это печальная реальность нашего времени. 26 апреля – день памяти погибших в радиоактивных авариях и катастрофах. 35 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на атомной электростанции, расположенной недалеко от города Чернобыль, в 130 километрах от столицы Украины Киева, произошла одна из крупнейших в мире промышленных аварий. Ядерный реактор 4-го энергоблока атомной станции вышел из-под контроля, взорвался и загорелся. В результате пожара огромное количество смертоносных радиоактивных веществ, находящихся в реакторе, попало в окружающую среду. Они были разнесены ветром на многие сотни тысяч километров от Чернобыля. Там, где радиоактивные вещества попали на поверхность земли, образовывались зоны радиоактивного заражения. Больше всего пострадали территории Белоруссии, Украины и России, так как Чернобыльская атомная электростанция находилась недалеко от места пересечения границ трех стран. На ликвидацию аварии в Чернобыль направили сотни тысяч россиян. Одним из первых на ликвидацию последствий аварии были отправлены более трех тысяч костромичей, в том числе офицеры и курсанты училища химзащиты. Они находились в так называемой 30-километровой зоне отчуждения, в эпицентре катастрофы. Участвовали в очистке территории, захоронении ядерного реактора, дезактивации местности и строительстве саркофага. Сейчас на территории Костромской области проживает более 1300 ликвидаторов техногенной катастрофы. В настоящее время ведется работа по созданию книги памяти ликвидаторов катастрофы. В Костроме действует Костромская областная общественная организация «Союз Чернобыль». Участника встречи приветствовал заместитель главы администрации городского округа «Город Буй» по связям с общественностью Сергей Петухов. В теплой дружеской обстановке ребята из школ города Исузов пообщались с живыми свидетелями тех событий и задали ему все интересующие их вопросы. У нас сегодня завязался с нашим главным гостем весьма насыщенный, интересный и, что самое интересное, продуктивный диалог, в ходе которого мы с ним откровенно поговорили на очень многие волнующие интересующие темы. Вообще тема аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор остается очень животрепещущей, поскольку многие факты до буквально последних лет умалчивались и вот такое вот живое общение с представителем тех людей, которые принимали непосредственно участие в ликвидации аварии, оно на самом деле незаменимо ничем, ни одним документальным фильмом, ни одним каким-то репортажем. И вот в ходе этого диалога мы обсудили очень многие моменты, поговорили о том, как происходило вообще формирование тех сил, которые уезжали буквально первыми на аварию, как проходили вообще основные этапы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, немножко порассуждали о жизни, о том, что оптимизм, наверное, может творить чудеса и вера в то, что ты делаешь благое дело, и отношение к этому как к чему-то важному, неотъемлемому в своей службе, оно придает сил, оно помогает справляться с многими трудностями, невзгодами. Наш гость замечательный, очень живой, очень интересный, общительный человек. Искренне можем пожелать ему только долгих лет жизни, ну и, конечно, всему молодому поколению равняться на таких людей.